Почему все приводятся? Природки так называемых полигоновых углов, где осуществляется без сортировки, без переработки твердых бытовых отходов складирование, компостирование, уплотнение с пересыпкой твердых бытовых отходов. Здесь городские власти, руководствуясь действующим законодательством в этой сфере и тем современным требованием, предъявляемым подобным комплексом, планирует осуществить выбор территории, выбор земельного участка и проектирование строительства современного комплекса по экологической переработке твердых бытовых отходов. Вот такое базовое название данного объекта. Я сейчас передам слово своим коллегам, который Геич, он продолжит, потом можем в любой момент времени возвращаться, задавать вопросы, на дальнем высказать представителям, в том числе и представителям экспертного сообщества и должностным лицам городского аппарата. Пожалуйста, Геич. Как уже неоднократно говорилось, и сейчас, да, я еще чуть-чуть повторюсь, проблема утилизации бытовых отходов сейчас стоит перед нами очень остро, и поэтому мы стоим сейчас перед огромной такой глыбой, которую надо столкнуть, потому что сейчас полигон ТБО, действующий полигон ТБО, который находится в районе деревни Нижданово, практически уже переполнен, да, то есть там уже осталось очень мало места, куда мы можем складировать бытовые отходы. И один из самых необходимых вопросов – это строительство комплекса по переработке бытовых отходов, потому что это самое современное, то, что есть сейчас у нас технология, по реализации бытовых отходов. Собственно говоря, в том числе и для этого мы собрались, чтобы объяснить население всем, что это будет, для чего это будет, вот, поэтому, в принципе, можете задавать вопросы, какие-нибудь вопросы, мы готовы отмечать. Да, еще можно, наверное, слово Сильболисичу предать, да? Да, пожалуйста, скажите пару слов, потом мы перейдем к вопросу. Спасибо. Так, ну, во-первых, я должен сказать, что ситуация там в Дечино, в общем-то, на мой взгляд, тоже была, создалась такая ситуация, в результате, я бы сказал так, малограмотных действий власти и, соответственно, профильных министерств. Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства поздно спохватилось. То есть вот уже, когда поставили вопрос, что нужно такое-то вот строительство, такого-то завода, да, уже в общественности, в местном населении уже было сформировано отношение, свое мнение к этому. На самом деле, я и на том месте был в районе, так сказать, Дечино, там, кстати, от Дечино это самого 5 километров, все, Дечино, беспокоиться, не знаю. Вот, нормальное место, а учитывая то, что предлагалось, я так понимаю, что сейчас речь идет о том, что будет размещено в муниципальном образовании города Калуга, это то же самое, это комплекс по переработке твердых бытовых отходов, ну, насколько я понимаю, представляется, наверное, самое современное. То есть, но, опять-таки, нужно иметь в виду, что этот комплекс включает в себя мусоросортировку, мусоропереработку, компостирование органики и, естественно, захоронение хвостов, потому что нужно сразу говорить о том, что здесь где. Вот, захоронение хвостов – это будет полигон, а все остальное – это завод, фактически. Далее. Чем вот здесь отличалась бы наша, калужская вот эта ситуация? Тем, что завод, цементный завод «Лафарш» в технологии своего производства цемента, именно в самой технологии заложено использование, так сказать, результатов переработки бытовых отходов в виде брикетов, топливных брикетов, которые, собственно, являются не только топливом, но еще и компонентом вот этого цемента. Это технологии европейские, в Европейском Союзе они есть. И вот «Лафарш», когда строился, создавался, проектировался это предприятие, было предусмотрено, что в Калуге, в Калужской области рано или поздно будут нормальные, так сказать, комплексы по переработке ТБО, которые будут заодно и поставлять вот эту часть. Вот это очень немаловажно, это надо учитывать. Это вот как раз с моей точки зрения, с точки зрения экологии, очень перспективная вещь. Это как раз не захоронение, а использование. Это в определенном смысле, ну, конечно, сжигание – это не очень-то хорошо, но мусоросжигательный завод – это вообще, так сказать, который нам в Калужской области хотели разместить несколько мусоросжигательных заводов несколько лет назад, года два, наверное, если не ошибаюсь, то это было бы значительно хуже. Вот то, что мусоропереводующий комплекс, вот чтобы на него как смотреть? Все смотрят как на свалку, это не свалка, это даже не полигон, ведь как у нас идет свалка? Это куда просто сваливается, есть такие санкционированные полигон, где это обрабатывается, уплотняется, приготовится для хранения, и вот перерабатывающий комплекс, где эта большая часть бытовых отходов перерабатывается. И в таком случае мы получаем природоохранный объект, как это не… может быть резко как-то непривычно звучит, как это так? Так, свалка, и вдруг природоохранный объект. Да, это природоохранный объект, такой же точно, как очистные сооружения. На предприятии очистные сооружения задерживают загрязнение, предотвращают загрязнение окружающей среды продуктами производства, а у нас вот этот комплекс мусоропереводующий будет предохранять окружающую среду от загрязнения бытовыми отходами и их, так сказать, продуктами, их разложения. Поэтому это очень перспективно. Раз. Второе. Он нам необходим. Еще, ну, специалисты того же самого министерства должны были знать, что в 2013 году вышло поставление правительства, по которому изменяют правила, так сказать, классификации бытовых отходов и, соответственно, требования к полигонам, санкционированным свалкам и так далее. Требования должны были и другие бы. То есть, еще год назад экологи, специалисты-экологи, должны были задуматься о том, как нам здесь быть вот в отношении того же самого Ждамеровского полигона, независимо от того, что там в области было бы строилось там или не строилось. Значит, в настоящий момент, в принципе, Ждамеровский полигон, в принципе, находится вне закона. Ну, я не в прямом смысле слова это говорю, да, а он уже не соответствует тем нормативам, которым должен был соответствовать. Это одна проблема. Вот то, что уже говорили здесь, это вот зона, 15-километровая зона вокруг аэропорта. Это тоже особенности размещения комплекса на территории Калужской области, города Калужской области, прошу прощения. По существующему законодательству ответственности, вообще все право работать с ответовыми отходами имеют муниципальные образования. Не региональные структуры, не губернатор, не область, а муниципалитеты этим занимаются. Поэтому, когда шла речь о детчинах, там должно было быть межмуниципальные соглашения. Ну, оно вроде бы там было, где-то формально и прочее, не знаю как там. В деталях я... С этой частью я не знаком. Я вот как эколог говорю. Значит, муниципалитет наш... Вот я могу показать, так сказать, картинку. Вот примерно это вот границы муниципального образования города Калуга. Это не сам город, это его муниципальное образование. И вот круг вот здесь видите. Вот здесь вот можно на стенке видеть. Это как раз граница 15-километровой зоны. Вот что выходит за этот круг и находится в рамках муниципального образования, вот только там мы и можем размещать этот комплекс. Поэтому мы еще более зажаты как бы нормативами. Это не мы придумали. Это не наша местная власть придумала. Это российское законодательство. Поэтому, когда говорят, давайте построим его там, давайте, например, мусороперерабатывающий комплекс построим там, где уже существует, ждамеровский и так далее. Да, может быть, с экономической точки зрения это и было бы выгоднее рядом расположить. Может быть, действительно, последующая переработка там захороненных, так сказать, вещей. Может быть. Но по нормативам мы не имеем права этого делать. Мы, как экологи, должны тоже в первую очередь следить за соблюдением принятых экологических норм и правил. Поэтому здесь вот возникают сейчас всевозможные слухи, всевозможные разговоры о том. Все, естественно, говорят, зачем нам свалка? Давайте это самое... Пусть там чиновники живут на свалке, а мы хотим жить в чистой природе и прочее. Вот еще раз говорю, что старое такое школьное заблуждение. Человек произошел от обезьяны. Человек никогда не происходил от обезьяны. А все вот считают, что он произошел от обезьяны. Нет. У человека обезьяны были общие предки. Это одно. Кстати, общие предки, там мы можем так дойти чуточку подальше, там мы от леопарда произошли, там у нас общий предок. Вот то же самое, то, что касается свалки и мусороперерабатывающего комплекса. Между ними такая же разница, как между человеком и обезьян. Я бы сказал так. И точно такое же заблуждение среди населения. Что комплекс первого отца, что свалка одинаковая. Поэтому я считаю, что, кстати, власти городские должны вот вам дать информацию о том, как устроен этот комплекс, как он, что в него входит, какие производства и так далее. И, на мой взгляд, значит, я сторонник того, что, безусловно, двумя руками за то, чтобы он у нас был, этот комплекс. И, на мой взгляд, большая опасность представляет здесь не сам он, как сам по себе, если он будет выполнен в соответствии с проектом, а проект выполняется, готовится в соответствии с нормативами, проект подвергается экологической экспертизе, предпроектом проходятся геоэкологические исследования, оценка воздействия на окружающую среду этого предполагаемого объекта и так далее. И только после этого можно говорить о том, что, так сказать, разрабатывать проект. И вот если проект, точнее, строительство этого, так сказать, комплекса, этого предприятия будет в соответствии с проектом, если он дальше будет функционировать в соответствии с нормативами, то тут никаких проблем нет. А вот проблема в том, будет ли он такой, как это будет сделано в проекте, будет ли он работать нормально. Мы знаем, у нас там предприятие, которое там всевозможное, и то периодически, то там вот сейчас вот в Куровских, значит, вот Игорь Батин как раз там фотографию подавал и заявление писал, и вот я говорил с городскими экологами, значит, еще уже достаточно давно материалы по тому, что там какой-то, целое озеро нефтепродуктов образовалось, почему оно образовалось? Потому что предприятие, к которому принадлежат вот эти нефтепродукты, оно нарушило технологический процесс, я уж не говорю закон, это свои же нормы деятельности нарушили. Вот чтобы такого не было, необходимо, на мой взгляд, в данном случае, на всех стадиях организации, исследования, обследования предварительного, проектирования и строительства, необходим контроль со стороны гражданского общества. То есть необходимо создать комиссию из представителей общественности, только я всегда это говорил, именно общественных, не чиновников. Ну вот общественность, все говорят так, а что может там население там или общественность, как она может судить, вот это правильно, это неправильно и прочее. Общественность может, кстати, представителем общественности являюсь и я, это я, скажем так, профессиональный эколог, биолог, доктор биологических наук, да, вот. Общественность в эту комиссию, естественно, нужно включить специалистов, но независимых. И я думаю, это будет, конечно, это не стопроцентная гарантия того, что у нас все будет так, как задумывается, но это все-таки будет какая-то гарантия. У меня все. Давайте я подогу перейти к вопросу, пожалуйста. Вы можете инициативно задать вопрос, пожалуйста. Дмитрий Александрович, из тех пяти мест, которые были оповещены, о которых пресса была оповещена заранее, можете ли Вы уже сейчас на данном этапе назвать предпочтительные? И вот хотел задать вопрос. У нас в Калуге преобладают, кажется, юго-западные направления ветра. Как, с точки зрения экологии, устройство на юго-западе, возможно, этих комплексах, повлияет на экологию города? Ну да, давайте так. Во-первых, мест пять, их уже шесть, поэтому, может быть, и семь. То есть, в настоящий момент активно ведется классный выбор площадки, сходя из требований, подъявляем к подобным объектам. Поэтому я сейчас никаких предпочтений говорить не буду, их нет. То есть, рассматриваются все возможные варианты. После публикации вот этого списка из пяти объектов мы получили, что и прогнозировали, в принципе, то есть, это реакция местного населения. Это из всех обрисов, которые там присутствуют, идет определенный сигнал, который свидетельствует о том, что люди чрезвычайно беспокоены, и эта беспокойность как раз вызвана отсутствием достоверной информации о том, что же предполагается разместить, что из себя будет представлять этот комплекс по Украинбурге. Поэтому о розе электро преобладающей тоже говорить не буду, потому что в данном случае при размещении подобного объекта, прежде всего, исходит из как раз удаленности места размещения этого объекта до жилых зон, которые у нас и зонированы в городе, у нас имеются все необходимые документы и предстоит на зонирование, профессионального занятия, у нас есть один план, правительный застройщик, четко определенные и имеют границы жилые зоны, предусматривается постоянное пребывание людей, жилища, поэтому нет конечного перечня из медных участков, перечень открыт, если здесь и сидящие за этим столом, и те, кто сегодня приглашен, присутствуют на этом мероприятии, будут какие-то конкретные предложения, мы с удовольствием их рассмотрим. Пошел встречу. Дмитрий Александрович, вообще по какому принципу убирается площадка, то есть вот те пять, шесть, во-первых, семь, прежде всего, прежде всего удаленность, санитарно-защитная зона, прежде всего берется расстояние, ну, площадь этого объекта, прежде всего, то есть свободная территория, пригодная для размещения подобного объекта, второй момент, это санитарно-защитная зона, то есть расстояние от жилой зоны, и у нас... Сколько должно быть это было? Тысяча метров километров, наверное, не менее тысяча метров, и 15 километров абсолютно посадочных классов, связанных с требованиями по эксплуатации, по эксплуатации. Что касается водоохранной зоны, то само собой разумеющееся. В русле реки, кстати, рождамерский полигон, причем его особенность и сейчас трудность перекротивации этого полигона, тем, что часть тела полигона находится в русле реки, поэтому в процессе инфильтрации проходит там достаточно интенсивно, тот коллектор, который находится и отводит, значит, и поверхностные воды, и реку, имеющуюся структуру в свои реки, находится в неведетворительном техническом состоянии. Поэтому одно из важнейших требований, это земельный участок должен находиться за пределами водоохранных зон. Следующий вопрос вопрос. Павелев, интерфакс-Колуба. Скажите, пожалуйста, есть ли уже предполагаемые инвесторы, сколько обойдется строительство перерабатывающего зона? Такую объекцию, порядка миллиардов рублей, то есть весь комплекс, он может быть разбит на 5 этапов, то есть на что и будет делаться определенная акция. То есть степень переработки, мусоросортировки и переработки прямо пропорциональна стоимости. То есть чем больше модулей включен в процесс по сортировке мусора, разделение его на различные фракции, тем дороже мусоросортировочный комплекс. Сейчас существуют технологии, которые даже подбутылки, там два типа пластика разделяют, два типа пластика, то есть вот то, что крышка и плюшка, вот один пеппластик, а вся подбутылка другого типа пластика. Есть и такие. Есть достаточно серьезные технологии, которые позволяют повысить степень разделения на фракции нашего бытового мусора, и от этого зависит стоимость соответственно этого предприятия. Можно все-таки вот, чтобы вы рассказали... Инвесторам, что касается инвестора, предполагается, что это будет предприятие, находящееся в муниципальной собственности. Муниципалитет не планирует отдавать науку частным компаниям, которые в данном случае, как вы, если обращаете внимание на новостную ленту, то в некоторых западноевропейских странах так называемые мусорные лобби или группировки диктуют муниципалитетам правила игры. И что касается и тарифного регулирования, на многих улицах, в частности, Италии, возникают периодически горы мусора, связанные с тем, что муниципалитет потерял контроль над подобными предприятиями. В данном случае бизнес диктует правила игры для муниципалитетов. Вот в городе Калунии не будет допущено подобных ошибок. Предприятие предполагается должен быть 100% под контролем муниципалитета. Следующий вопрос. Можно вопрос? Да. Вот это знание, Дмитрий Александрович. Вы наверняка знаете, года два назад открывали комплекс в Угненске. Вот это будет то же самое или что-то будет еще более... Это принципиальная норма. Дело в том, что там существует первично, вручном, с помощью привлечения человечества, скажем так, ресурса физического. То есть разделение на фракции, удаление бумаги, стекла происходит вручную. То есть это самый привитивный начальный этап, связанный с мусоросортировкой. И последующая утилизация твердых бытовых отходов. И у города Угненске немножко иные объемы накопления твердых бытовых отходов, нежели в городе Ковыгнске. Да, тогда, пожалуйста, добавьте про Угненск. А мы с вами были тогда, я вспомню. А вы знаете, а вот еще, кстати, вот по Угненску, если это будет не какой-то другой иногородний инвестор, вот там же как раз нам сказали, что вообще это очень богатый бизнес. Это так? Да. Вообще бизнес, связанный с переработкой твердых бытовых отходов, может быть прибыльно при определенных условиях. Это, прежде всего, объем, то есть норма рентабельности, точка возбыточности начинается с определенного объема мусора, который принимает предприятие по переработке и ассорсировке. Калужское предприятие должно быть экономически обоснованным. И, соответственно, вложение муниципальных средств, бюджетных инвестиций... Ну, не существовать не будет, в общем. Я надеюсь, что нет. Я хотел бы добавить по отношению Угненска. Во-первых, Угненска – это только мусоросортировка. Мусоропереработки там нет. Это раз, да. Во-вторых, я тут не согласен немножко с Александром, что дело в том, что и ручная сортировка – это вполне эффективная деятельность. И хотел бы сказать еще что. Что вот 18-19 сентября в Москве будет Всероссийская конференция по проблемам отходов, так она называется, отходы в доходы. Где вот рассматриваются, в частности, вопросы о том, какие финансовые стимулы повысит процент переработки ТБО, что очень важно. И как гарантировать прибыльность бизнеса при переработке. Как обеспечить раздельный сбор ТБО. Я надеюсь, что городская управа, я специально публично говорю, направит туда своего представителя. Вообще проблема по раздельному сбору очень такая интересная. культура, так называемая, культура спорого мусора. Если мы обратимся к опыту некоторых европейских стран, восточные европейские, там везде по-разному. В частности, там страны, так называемые бывшие СССР, Литва, Латвия, Эстония, Больша, Белоруссия, и пошли по этому пути. И это очень, на самом деле, сложно приучить нашего потребителя к раздельному саплодированию мусора, для того, чтобы потом обеспечить более, ну, такую, скажем так, малозатратную технологию переработки вывода. Ну, представьте себе калужа, которые, значит, бумагу кладут в одну ёмкость, стекло в другую, там, металлические какие-то вещи в другую. Ну, очень трудно. Я думаю, пройдёт ещё не одно поколение, но я думаю, что мы к этому должны прийти в таком более рачистенном отношении в природе и окружающей среде, уважению к самому себе. Есть страны мира, где там бытовые отходы, органика, она удаляется из квартиры с помощью системы канализации, то есть стоит там измельчитель в раковине, и все там ошмётки, куски там костей, значит, то, что остаётся после очистки картофеля, уходит в систему канализования. Ну, а сейчас таким образом в городе это можно только, ну, скажем так, говорить о будущем, да, достаточно близком. Но в настоящий момент это нереально рассматривать. Если вот будут такие предложения, то в настоящий момент система удаления косвекальной канализации не позволит нам использовать вот такие технологии удаления именно органической части из мусора. Поэтому вот эта культура потребления, да, я бы её так сказал, культура потребления, связанная с раздельным, с раздельным утилизацией твёрдых бытовых отходов, с выделением его на этапе потребителя на фракции, очень сложная проблема. Вы сами себе поставьте на место калужанина, который должен быть обязан разделять мусор на фракции. Над каждым, к сожалению, на смотрщика не поставишь, очень сложно это проконтролировать. Но вы ведь даже не начинаете эту работу, Дмитрий Александрович. Давайте мы вместе начнём с вашего дома. Мы поставим три раздела. Давайте этот эксперимент проведём. Давайте, я готов. Нет, просто мы хотим, как у вас очень быстрого результата, например, за границей эту работу начали проводить ещё в 70-80-е годы и добились там ни через одно, ни через два поколения. Давайте начнём с правого берега. С правого берега. Специально на одном доме можно провести эксперимент. И вы будете каждое утро наблюдать, что у вас находится. Нет, но вы хотите удаленного результата? Нет, я просто хочу, чтобы не было голословных заявлений о том, что мы ничего не делаем. Мы понимаем все проблемы, понимаем современные тенденции, связанные с переработкой, с удалением твёрдых бытовых отходов. Мы понимаем, что любое мероприятие серьезное можно загубить какими-то популистскими высказываниями, в результате которых не будет достигнут конечный результат. А конечный результат – это минимизация воздействия нашей своими деятельностями, с каждого здесь сидящего, на окружающую среду. У нас всё, что вокруг нас, оно не подлежит воспроизводству. Это земельные ресурсы, это вода, воздух. Слушаю вас. Я всё-таки немножко в продолжение. Но всё-таки как-то спроектировать вот эту самую систему работы с населением от начального этапа… С начального образования. Нет, подождите, я ещё не закончил вопрос. С переходом на какие-то более сложные моменты, связанные с подготовкой людей к этому, всё-таки ведь городское правило должны как-то этим начать заниматься? Вот мы и начали заниматься сегодня. Считайте, что сегодня… Нет, это, ну… Вы поймите, никогда не поздно начать. Поэтому процесс… Слушайте, у вас нет такой вот проект, вот именно такой программы воспитания населения? Нет, педагогического воспитания. В школе, в курсе школы, средней образовательной школы, такая пропаганда, значит, идётся… В которой мы можем… Давайте начинать. Я имею в виду в целях, которые вы поставили перед собой. Вот именно вот какая-то конкретная… Мы над этим сейчас серьёзно думаем. Поэтому вот то, что я сегодня озвучил, мы над этим очень серьёзно думаем. Потому что всё это должно закладываться с молоком матери, да, в каждом ребёнке, воспитанием на уровне семьи, для того, чтобы потом, тот человек, который вышел из луна своей семьи, то же самое прививал своих детям. Вот вы правильно сказали, что это не одно поколение, но как минимум два, для того, чтобы избавиться от… Вы знаете, вот не так давно, там пару лет назад, в ходе обхода территории городским главой, была открыта форточка из общежития, и из форточки вылетел пакет с мусором. Вот там у моих коллеги вместе с городским главой, Николай Васильевич там был городским главой, вот он наблюдал картину, он ходил там руками, указывал на наличие мусора, там, значит, неблагоустроенной территории, и тут, значит, у него за спиной открылась форточка и вывалился пакет с мусором. И наглого. Ну, наглого не попало? К сожалению, не. Слава Богу. Значит, это буквально центральная часть города, на квартале между улицей Кирова и улицей Зержинского произошло. Поэтому давайте не будем делать громких заявлений, давайте начнем с воспитания детей. Хорошо? Кто же в школах? Ну, вот поэтому и хотелось бы узнать, кто-нибудь этим городской управой займется сейчас, вместе со школами, именно в целях, которые ставит перед собой городская управа по созданию современной системы переработки мусора. Совершенно верно. Мы этим и занимаемся. Ну, и, Саша, можно? У меня, для нас подал репаратур 40, у меня всего 4 вопроса. Елизабель, все их даже были. Да, да, да. Значит, первый вопрос из прошлого. Вот сегодня было сказано о проблеме аэропорта, который, собственно, подвиг городские власти. Но это не основная причина. Одна из причин. Одна из причин. Плюс к этому, естественно, уже об этом писалось и говорилось, очень много было создано новых предприятий в городской черте, которые тоже усилили нагрузку на полигон. Ну, по всему, однажды между собой, как это называют, слабоше. Вот почему на этапе проектирования всех этих вещей не было принято решение уже тогда, когда это же было 6-7 лет назад, начиналась вся эта программа. Почему мы подошли опять к пожарной ситуации, когда нужно срочно, потому что дальше никуда. Вот так это могло произойти? Ну, значит, первое, что касается дополнительной нагрузки на полигон ТГУ в связи с наличием предприятий машиностроительной отрасли, это очень несущественное влияние, с моей точки зрения. В большей степени, на самом деле, культура потребления связана с появлением в нашем обиходе огромного количества упаковочного материала. Вот это вот основная нагрузка на полигон. Мы привыкли, если раньше подбутылка буквально 20 лет назад была экзотикой, что теперь люди хранили эти подбутылки, точно так же, как и стирали полиэтиленовые пакеты. Поэтому я бы не связывал здесь дополнительную нагрузку на действующий полигон ТГУ Ждамирова и развитием предприятия, так называемой, новой экономики машиностроительного направления. Мы генерируем такого количества мусора, как генерируем мы с вами, ежедневно потребляем огромное количество продуктов питания, бытовая техника с огромными коробками и так далее, с огромным количеством упаковочного материала, пенополистирол и так далее, потому что активно участвуют в процессе продажи и перевозки бытовой техники и так далее. Поэтому я понимаю вашу мысль, почему тогда мы предусмотрели бум развития такое. Но вы понимаете, то, что, во-первых, предусматривался в 2001 году или около 10 лет назад, был проект по расширению действующего нуждаемого полигона. Но потом, в следствии того, что, как я уже сказал, это наличие водоохранной зоны, которая оказывает, скажем так, негативное воздействие в результате взаимодействия водоохранной зоны, и поэтому, значит, пожалуйста, добавьте. Я вот по поводу предприятия. Мы с ними работаем непосредственно в рамках проверок, то есть, когда мы проверяем за предприятием, я вам совершенно точно надо было ответить, что в предприятии, ну, в дополнение Дмитрия Александровича, что в предприятии нет такого количества отходов. Почему? Потому что в рамках, вот как вы говорили уже, посвящение практически больше половины предприятий перешло уже на раздельный забор мусора, потому что это их экономика. Они заберегают свои ресурсы, в том числе финансовые, поэтому они эти раздельно собранные мусором под предприятия уже у нас научились сдавать на вторичные переработки. То есть там уже на современных предприятиях стоят раздельные емкости для сбора раздельного мусора. Поэтому действительно предприятия, и вот эти промышленные отходы, ну, в смысле, отходы бытовые, которые образуются на предприятиях, составляют всего лишь где-то 20, наверное, процентов от этих отходов, которые попадают на полевом ТБУ. То есть тоже... Ну, 20 процентов, может быть, меньше, но я вас уверяю, что это несущественная часть. И что касается пожарного, продолжая ответному вопросу, касается пожарного режима, в котором сейчас находится в муниципалитете, да, мы действительно попали в такую ситуацию, что сейчас вынуждены быстро, достаточно быстро принимать решение тратить деньги бюджетно на подготовку проекта и так далее, выбор земельного участка осуществлять. В том числе, благодаря тому, что... Вот о чем, как коллеги, да, заметили, что не совсем возможны грамоты органы местного самоуправления наших соседей, да, смогли воплотить в жизнь те идеи, которые были, ну, в частности, в Малоярославльском районе. Ведь не секрет, есть схема утилизации твердых бытовых отходов на территории Калужской области. Она была уничтожена, согласованно, обоснована экономической точки зрения. Она не была реализована, но, опять же, по причине пустого такого популизма. То есть, когда, вот, ну, я не буду там называть там персоналия, там, ну, это не моего рода, значит, здесь функция, да, но просто когда вот обычное бытовое дело, то есть, связанное с жизнеобеспечением, используется для того, чтобы как-то свои позиции в политическом плане повысить там на ступень. Потому что, я вас уверяю, не найдется ни одного человека, который рад, что даже мимо него один раз в сутки проедет там мусоровор, да, который, значит, везет со всех там окрестностей в мусор. Поэтому, а использование этой ситуации, вот таким образом раскачали, таким образом, ситуацию, что она перестала контролироваться органами местного управления, и было принято решение отказаться от этого проекта. Поэтому город Калуга, одна из причин, что у нас так мало времени, это то, что не была доведена до работы до конца в Малаярославецком районе. То есть, в недостаточной мере, значит, проработали возможные органы местного власти, общественность, которые заинтересованы и понимают, да, для чего это делается. А делается это только лишь с одной целью, для обеспечения нашей жизнедеятельности и снижения негативного воздействия нашей деятельности на окружающую среду. Вот цель конечная. Спасибо. Ну, вы, простите, обидели на мой второй вопрос. Он касался как раз того, что любой посвященный человек не может быть против строительства современного производства. Конечно, свалки и полигоны – это уже позавчерашний день, даже не вчерашний. И, разумеется, строительство переработки, в неделе переработки – это в любом варианте лучше, чем то, что мы имеем. Вопрос у меня как раз этого касался. А почему, как вы считаете, почему население вот так жёстко начинает сопротивляться? Я не буду сейчас говорить о том, что только кого-то там настраивало и так далее. Люди были настроены за долго до того, как туда кто-то приехал. Вопрос в том, а почему население так жёсткое? Почему сейчас люди начинают уже в колуке к тех точках, которые называют качественность? Почему они начинают... Здесь ситуация такая. Она только у нас системный характер. В целом, я 3,5 года работаю в городе, это общая такая система, которая называется недоверие к власти, принимаемое решение к власти. Чем это продиктовано? Ну, во-первых, определенным фоном, который имеется. То есть, по долгой службе, общаясь с населением, на самом деле достаточно сложно простроить нормальные взаимоотношения. Чтобы тебя понимали, ты был услышан, и те решения, которые принимает власть, они должны восприниматься правильным образом. То есть, вот те должностные лица, которые сейчас объединены какими-то должностными полномочиями, властными полномочиями, они несут всю полноту ответственности. И когда тот или иной специалист, городское право, он же не просто так принимает решения, он опирается на профессиональное сообщество, на наших полгах, кто имеет специальные знания в этой сфере. Точно так же, как при проектировании того или иного объекта, если речь идет о квартирном жилом доме, ведь обращаются к услугам специалистов, к конструкторам, которые занимаются проектированием. Ведь ни у кого не вызывает сомнений, что спроектированное здание в результате, в процессе эксплуатации просто не развалится. И здесь такая же ситуация. То есть, это произошло по одной простой причине, что власть недостаточно проработала, и на фоне общего отношения к решениям органов местного самоуправления, как отторжения, то есть мы считаем, что это неправильно, потому что это неправильно. Очень сложно, на самом деле, иногда бывает простроить этот диалог. Когда он изначально неправильно, на самой начальной стадии, у этого основания, это основание будущего здания, есть там изъяны какие-то, вот оно и разрушивается. Это системная проблема. Спасибо. И последние два вопроса, значит, о будущем. Совершенно очевидно, что такого рода проекты, любые, Лапарш, Переопарши, прогрессивный гражданод, они приводят к резкому плепанию стоимости недвижимости на рынке той недвижимости, которая расположена на ближайшем окружении. Это касается, это касался и Деченского, Деченского и сейчас, в идеале, беспокойный тем, что даже если все, все прочие условия, все, скажем, да, нужно и так далее, но люди теряют свой капитал. Их недвижимость в виде домов, квартир, там, участков земельных становится дешевле. Предполагается ли в связи с этим вот просчитать эту упущенную вывод или каким-то образом будем компенсировать ее в связи с размещением? Ну, в действующем законодательстве не предусмотрены вообще такие механизмы. Действующим законодательством не предусмотрена такого рода компенсация, поэтому я не думаю, что такое существенное воздействие на стоимость недвижимости в связи с тем, что само предприятие будет проходиться за пределами километровой зоны, будет оказываться... это чисто психологическая вещь. Я могу просто дать себе аналитику подробностей. Развещение металлологического довода для нового калуга уже привело к тому, что люди, которые пытались продать свои участки дачные, оказалось, что стоимость уменьшилась, не скажу, что в разы, но во всяком случае на серьезную уменьшилась. Люди просто потеряли. Они не были здесь задействованы в этом процессе, не понимали решения, и независимо от их воли или неволи, их богатство уменьшилось, ну, их капитал, семейный капитал уменьшился. И это, конечно, вызывает очень серьезное вторичное раздражение, потому что люди опасаются, что в связи с этим у них будут серьезные проблемы при продаже их недвижимости. Даже если они расположены... Я говорю о том, что это и есть такая проблема. Если вы уже... Хороший момент сегодня. Если вы взяли курс на совет с общественностью, со СМИ и так далее, нужно, мне кажется, этот момент учить. Это будет большим стопором, в том числе и дальнейшим продвижением, в общем-то, позитивной и правильной идти. И последний вопрос. Сегодня мы слушаем вас. Я вас знаю достаточно давно и с позитивной точки зрения. Уважаю как профессионала. Но мы с вами знаем, как меняется ситуация. У нас был главный архитект, теперь его нет. Причем в один день. Он даже ездил. Служу Богу. И какова цена тому, что сейчас говорите вы, как специалисты здесь. Я понимаю, я шел сюда, думал, здесь будет Константин Викторович. И там есть хотя бы какая-то гарантия того, что человек отвечает за то, что он говорит. Какова цена тем гарантиям, о которых вы говорите, в той работе, которую вы предполагаете в тему будущего? Как вам это можно верить? Какая работа будет делаться вами? Это совместная работа городского управа. Знаете, на самом деле, если вы понимаете, приемственность даровать. Здесь она будет обеспечена 100%. Поэтому все эти решения, то, что мы здесь сегодня разлучили, будут безусловно исполняться. Все это зафиксировано и будет донесено наших калужан, горожан. Поэтому власть, в любом случае, должна обеспечить преемственность. Иначе вот то, что я там, бога философствовал по поводу фундамента, мы никогда не достигнем на счет построения нормального фундамента и общества. Если мы не будем последовательно свои решения, мы не будем обеспечивать преемственность. Независимость от того там. Евгений Анатольевич, который хорошую роль сыграл в городе Калурии, или кто-то будет другой, или Сидора будет, неважно. Есть общий курс, общее понимание. Но все те вещи, о которых я говорил, они безусловно должны быть в том, потому что только при этом, при таком подходе проект реализуем. Можно вернуться к заводу, Дмитрий Александрович? Уже все-таки вот, знаете, хотелось бы понять, что это будет. Это будет как в Тамбове, или как в Оренбурге, или может быть, это будет как в Вене. То есть, какова мощность будущего предприятия, что там предполагается. Специалисты наши предприятия. Можно я закончу, потому что я еще не до конца задала вопрос свой. То есть, что там предполагается под утилизацию. То есть, будет, например, вернуться к утилизациям на те же предметы, как это, да, изделия, батарейки, мониторы, лампочки и так далее. Когда, вот, есть ли какая-то, какая-то крайняя точка, когда вам необходимо определиться с выбором площадки, когда должен быть готов проект, когда могут быть начаты строительные работы, поскольку вот 10 месяцев, до окончания эксплуатации Дайверского полигона и дальше, наверное, какие-то варианты нужно будет искать запасные, если не будет завода. Ну, пока, наверное, так. Еще вопросы есть, но, наверное, позже. По поводу объемов. То есть, уже мы говорили, что ежегодно в городе Калуге, ну, муниципально надо занять городковку, потому что мы говорим об отходах, которые нам надо утилизировать наши собственные отходы. Это полтора миллиона кубических метров отходов в год или приблизительно 300 тысяч тонн отходов. Приблизительно 300 тысяч. Соответственно, предприятие по переработке вот этих отходов, оно должно быть иметь мощность не менее вот этой цифры, то есть, не менее 300 тысяч тонн отходов. Но, я думаю, что необходимо иметь еще небольшой запас какой-то на случай, если будет рост. Что касается то, что вы сказали, какие элементы, да, и как это будет происходить, уже говорилось о том, что это мусоропереработка, которая будет включать в себя несколько этапов, да, и мусоросортировка, и мусоропереработка, и, возможно, это будет и компостирование, да, поэтому, конечно, на различных этапах будут отбираться элементы, те или иные, в том числе, там, как вы говорили, элементы хай-теха, да, то есть батарейки тоже, которые будут отдельно собираться, для отдельной их утилизации потом уже в дальнейшем, и это все необходимо должно быть предусмотрено. Опыт других регионов также у нас рассматривался по поводу опыта, я думаю, что Нинична Волухина сейчас расскажет хорошо, потому что она уже опыта не большой, и она ездила, смотрела различные, не только на территории Российской Федерации такие предприятия, и за рубежом смотрела, то есть, что называется, вживую могла их пощупать. Поэтому опыт колоссальный есть и представители общественности, и представители министерства природных ресурсов того-либо государства Калужской области. Сроки, да, сроки у нас, конечно, поджимают, говорить нечего, поэтому необходимо будет делать в таком усиленном, быстром режиме, когда нужно поделиться площадкой, когда нужно проверить вчера, когда начнутся строительные работы, я хотела добавить, что очень интересен, у нас выбрана комиссия, которая занимается для работы по рассмотрению площадок и выбору вариантов. Нет, мы сейчас не об этом говорим, это мы уже слышали, мы хотим узнать сроки, когда это будет, чтобы иметь какие-то реальные очертания. Вот когда вы сможете заявить где-то площадка может быть. Это наша возможность и возможность нашего камерного полигона, на который ежегодно притупает полтора минут в год, то у нас в общем-то обеспечивает порядка около двух лет возможность работать на данный день. Около двух лет? Да. А в общем порядок 10 месяцев. У нас заканчивается лицензия, а емкость, возможная емкость, где-то порядка около 500 тысяч возможно еще заборонить на данном области. Говорили о том, что 10% осталось сроки. Ну, это с учетом лицензии. Это первое. Но в присутствии близости аэропорта конечно не позволяет данный объект эксплуатировать. для того, чтобы построить комплекс нужно купить оборудование необходимо где-то от полгода до года. Комплекс монтируется от 5 до 6 месяцев. Блился еще закупка оборудования. это тоже займет порядка дуга. Выбранный выбирался вариант и предполагается. Опираясь на пример города Орла нами рассматриваются и пример Челябинска. То есть там как раз объемы аналогичные нашему объему. Значит планируется сортировка далее переработка получения вторичного сория переработка частичная брикетирование рисования брикетирования пастов с лишним бедным то есть предполагается максимально снизить нагрузку на окружающую саду. Вот это и позволит сделать более чисто. Позвольте пожалуйста я сразу к этому вопросу. Извините пожалуйста я по срокам не услышала мне никто не ответил на вопрос когда будет определенность с выбором площадки когда вы Дмитрий Александрович сможете назвать что мы выбрали вот эту площадку проект будет готов тогда то строительная работа я так понимаю что вас интересует полный клиентарный план нет меня не интересует полный клиентарный план я могу только обозначить два года вам назвали что это 15-16 год вполне реалистично но работа предварительная должна заранее производиться 15-16 год вы всегда очень ревностно относитесь к срокам в данном случае сроки я вам называю 16-16 год может первая половина 16-го это сроки начала строительства или сроки окончания строительства это сроки понимания вообще еще раз проект может быть реализован поэтапно первый этап реализации этого проекта начнется с 15-16 год аэропорт будет введен насколько я знаю в начале 16-го года и 15-го в 15-м году вот полигон будет закрыт перерабатывающего предприятия еще не будет куда будет отправляться отбор что касается предприятия будет лицензия закончится в случае наступления такой ситуации понятно что существуют другие полигон существуют какие-то отлагательные условия связанные с эксплуатацией полигон аэропорта и так далее здесь на самом деле вы такой самый каверзный вопрос задали на который очень сложно на самом деле ответить четко на самом деле мы надеемся что первые этапы связанные с началом функционирования совпадут с началом эксплуатации аэродрома аэропорта то есть за счет поэтапной реализации данного проекта и сопоставления сроков объекта в эксплуатацию позволят не нарушить планы по угоду эксплуатации аэропорта Грансу можно я все-таки задам свой вопрос по поводу переработки никак я не могу дождаться когда хвостов остается много после переработки то фактически большой полигон заменится маленьким полигоном вот у меня поэтому вопрос на какую степень переработки вы ориентируетесь планируя это производство на минимальную какую степень переработки вы ориентируетесь мы ориентируемся и стремимся на степень переработки 20% 20% всего нет это хвостов хвостов которые в свою очередь как уже говорилось будут брикетироваться то есть прессоваться она уменьшается в объемах еще в 7 раз то есть 20% остатков которые закапываются 80% переработки и эту цифру опять-таки я считаю меня если что поправят и круги тоже надо будет стремиться потом в дальнейшем минимизировать уменьшать и эти 20% уменьшим то есть собственно говоря но я еще раз подчеркиваю даже то что у нас будет оставаться мы будем максимально спрессовывать то есть уменьшать объем и укладывать штабилировать как я правильно сказал то есть это будет тоже минимизировать вот эти площади которые мы будем занимать то есть за счет того что это получается кубики соответственно вы понимаете они кладутся очень плотно друг к другу мало того что у них плотность высокая я не кладусь под таким вот образом будет вот то что остается использоваться мало того тут мы когда-то общались с вами Ейна сейчас она лучше даже расскажет в Левинске например есть предприятие которое может себе позволить по переработке отходов которое работает практически полностью перерабатывать все отходы цикл полный практически ничего не остается да тогда немного падает рентабельность этого предприятия но дело тут уже не в деньгах наверное правда в этой ситуации конечно начинать надо с того что хотя бы что-то начинать строить поскольку вы про сроки все спрашиваете невозможно не потому что никто не хочет нам этого говорить почему многие работы можно вести параллельно даже тот же выбор участка подбор этой технологии выбор производителей и прочее это все можно делать одновременно да если мы говорим отдельно о подборе участка это там 3 месяца 3 месяца технологии 3 месяца оборудования 3 месяца еще что-то я вам сейчас 3 месяца наговорю вы уже осмелитесь во что это вылетит но это же можно делать параллельно поэтому завод и уже выбирать производителя и уже говорить о начале строительства этих первых модулей Заводы теперь строятся не так, как раньше. Все делается чуть-чуть быстрее. Сегодняшние технологии позволяют это делать быстро в сжатые сроки. Поэтому эти модули будут строиться быстро. Оборудование будет ставить тоже все это быстро. Сегодняшние производители говорят, что от трех месяцев даже могут при большом желании так сделать. Вот в Челябинске есть такой же завод. Но можем говорить о том, что это почти невозможно. Можем говорить, что технологий такой нет. Есть. Даже в нашей стране это уже есть. А какого по площади Челябинский завод? Скажите, пожалуйста. Там полтора раза больше. Город больше нашего с вами намного. И в Челябинске расположен так по-другому. Завод сам строился тоже так же модулями небольшими. Я, к сожалению, сейчас не могу. Если подождите, я поищу эти цифры. Он перерабатывает 2,5 миллиона кубометров таких отходов, как у нас с вами. А там был с поставившим колодом? Ну, там же чуть-чуть меньше. Ну, да. В принципе, да. Просто там площадь 30 гектаров, и из них всего только 6 гектаров занимает. Там переработка гораздо меньше. Там остается много хвостов. Те самые хвосты, которых мы с вами боимся, там есть. То есть там остается... Каков там процент кереработки вы не знаете? Ну, так точно не могу. Там, как раз, только 20. Не больше. Меньше даже. Да, это недалеко ушло от наших самих обминцев. Обминцы молодцы и делают, они там здорово. Так, как в Тамбове у нас не будет? Нет. Сказать, что как в Амболе? Таких просто много разных комплексов. Понимаете? Слушайте, пожалуйста, что у вас будет? Пока мы не можем уточнить. И что нам будет объяснять? Еще нет правильных комплексов. И как у нас будет? Да, это, конечно. Нет, это просто будет. У вас будет Калужский проект уникальный. Это индивидуальный проект. Можно взять разные модели. Который будет разрабатывать проектная организация. Давайте следующий вопрос задавайте. Каковы источники финансированы? Вы надеетесь только на городской бюджет? Вы планируете получить субсидии из областного, из федерального? Потому что 2 миллиарда для городского бюджета – это довольно большая сумма. И сколько из этого в первую очередь стоит? Много. Что есть этот объект? Понятно, что основная нагрузка – это местный бюджет. У нас область. Область нам поможет. Придется строить этот объект, поскольку Калуга – это областной центр. И предусмотрено субсидирование на исполнение полномочия областного центра. И в том числе на вопросы, связанные с утилизацией первых бытовых отходов. Западский вопрос. Дмитрий Александрович, я умер аппетит по строению Нечернику и Злораду. Мне будет только два вопроса. Первый вопрос. Откуда взялась эта цифра по взъему мусора? У нас на теле года на сессии выступал Сударенко Валерий Васильевич. И он сказал, что, уважаемые, вы завышаете цифру от силы 200 тысяч тонн на всю Калужскую область. У вас же эти цифры в разы больше. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот сегодня в доказательном собрании состоялось заседание рабочей группы по поддержке предприятий, которые заняты в мусорной переработке. Но в этой области, соответственно, там будут приняты определенные меры. А что делается в городе Калуге для того, чтобы бизнес, это бизнес, самая натуральная, не держать в одних руках, а заняться переработкой на более широкой основе. Насколько я знаю, у нас не одно перерабатывающее предприятие. У нас существует в Рамадановских двориках, там небольшой перерабатывающий заводик, который успешно работает. У нас несколько мусорной перерабатывающих предприятий. Предприятие, которое занимается сбором отходов от предприятий. Нет, я вопрос задал какой. Не количество, а какова поддержка со стороны городского права будет тем предприятиям, которое занимается мусорной переработкой. Давайте, давайте, отвечу. Скорее всего, кубы с тоннами перепутали в докладе. В докладе чиновников иногда путаются с размерностью. Система единиц в праздник. В 5 раз меньше, чем кубами. Коэффициент 5, там, между кубами и тоннами. Значит, это ответ на первый вопрос. Что касается второго вопроса, поддержка на общих условиях. Не предусмотрено в данном случае каких-то индивидуальных лет поддержки, что касается местного, на местном уровне. Если вы на субъектовом уровне, вы же депутат законодательного собрания, примите соответствующий закон, предусматривающий поддержку на областном углу, очень вам благодарны. Следующий вопрос. Что входит в первую очередь за ввод? Ну, это, безусловно, первый цикл по сортировке. Вот приехал грузовик с мусором. Вот самое первое, что это выделение этих фракций, которые могут быть выделены с минимальными финансовыми затратами. Ну, это, наверное, бумага, стекло, да, все, что вот из пластика. Вот эти фракции, они выделяют, а вот будет первая модуль. Если интересно, сколько эта модуль стоит, вы можете пока сидеть в интернете, знаете, сколько стоит модуль. Ну, там ответ, там с паролем. Поскольку расходы большие. Расходы большие. Простите. У меня вопрос. А вы думаете о том, что придется повысить в наших квиточках стоимость вывоза? Одна из основных задач общего уголовного местного управления это сдерживать уровень роста тарифов на жизнекоммунальные услуги в определенных коридорах. Вот эта основная задача, она как раз будет обеспечена за счет того, что муниципалитет будет полностью контролировать эту организацию. Мы не прогнозируем роста тарифа на вывоз сетевого патруха. Вы решите прокомментировать мне как раз несколько вопросов до этого были, да? Вопрос Черникова, почему в пожарно-опасном таком темпе возник этот вопрос, да? В первую очередь, в городе Калуге, по крайней мере, как минимум за последние пять лет, очень ухудшилось отношение властей к экологическим проблемам. У меня есть факты, это неголословное утверждение. Этим вопросом стали уделять значительно меньшее внимание в городе Калуге. Это раз. Поэтому, собственно, ситуация закономерно вышла сюда. То, что касается вопроса, который задали от российской газеты, которого въятного ответа, все-таки прошу прощения, Геннадий Александрович не дал, это то, что касается, так сказать, раздельного сбора мусора, и точнее, не самого сбора мусора, а, я бы сказал, воспитания, просвещения, пропаганды и прочее. Вот в этом направлении, да? Значит, я прошу прощения, но мы опять власти наступает на то же, так сказать, грабли. Я ничего личного, Дмитрий Александрович, но вы ведь не преподаватель, не педагог, не социолог и так далее. Да вы заведуете строительством. И до тех пор, пока у нас люди, управляющие строительством, будут комментировать вопрос образования, значит, я прошу прощения, ничего личного лично к вам. Только, так сказать, это. Лет 10 назад была разработана концепция экологического образования просвещения населения Калужской области, которая была утверждена правительством. Через год была разработана программа, региональная программа экологического образования просвещения населения Калужской области. Ну, вот эти данные вопросы туда входили. Значит, программа не была принята по, ну, я так уверен, именно на основании резолюции тогдашнего министра финансов, который сказал, что, ну, все программы всеми ведомствами рассматриваются, правоохранная поддержала, образование вроде бы как бы тоже, а министерство финансов сказало, нецелесообразная реализация этой программы, потому что нет денег. То есть, наше с вами образование, наша с вами информированность и прочее зависит от того, есть деньги или нет денег. Нужно это или не нужно, это уже на втором месте. На первом месте это вообще. Вот то же самое, программы социальные по, так сказать, просвещению и пропаганде раздельного сбора мусора, конечно, нет в городской управе, безусловно. Программы такой образовательной в школах нет. Поверьте, я говорю, со знанием дела. Все-таки вузовские преподаватели знакомы с деятельностью школ в том числе. И они нужны. И вот тут вот действительно совершенно справедливо. Сейчас, раз мы этот вопрос, так сказать, как бы коснулись, не так сложно разработать социальную программу по пропаганде раздельного сбора мусора. Понимаете? То есть, это достаточно очевидная вещь. Но тут же я обращаюсь ко всем вам средствам массовой информации. Что вы пишете по экологическим проблемам? Где, когда чего загорелось? Где, когда там сильные выбросы? Где, когда народ скандалит, чего-то хочет, чего-то не хочет? Или, ну, это уже, так я понимаю, заказные вещи. Какие красивые цветочки, как хорошо ребятишки сажают. Эти самые. Вот как хорошо. Вот реакцию чувствуется, да? Давайте все еще. Будет ли, во-первых, учитываться мнение жителей при определении места для перерабатывающей комплексы? И во-вторых, я не знаю, на мой взгляд, я сам там пожилаю. Восходя из чего там выбиралось местом стихи? У нас наличие донецких лагерей. Санат говорит. Прекрасный детский садик, непосредственные близости. У нас 60% населения питаются водой из колодцев. Ахзианские скважины. В колоде здесь населения питаются, и здесь окский водозавод, который можно тогда фильтровать, а мы пьем то, что у нас есть. Нет вообще никакой очистки. Насколько мне известно, в карьере выработано. То есть там вообще по затопам нельзя складать что-нибудь. И вот там, сколько живу, у нас карьера, он довольно глубокий. Но, какие бы ни были сильные дожди, они когда-нибудь падают. Ну, после таяния снегов. Представьте, теперь вот эти хвосты, там, ракетированные дожди, будут складироваться. Все это будет промываться дождями и поступать в подземные воды, из которых наши скважины качают, и это же будет вспышка. Всевозможные заболевания и смертность повысится. Я не знаю, учитывать факторы объекта нужно как-то. Здесь все факторы учитываются. Есть рекомендации по проектированию подобных объектов, и там учитывается ряд факторов. По проектированию объекта, в том числе, должны быть предусмотрены мероприятия, которые препятствующие на фильтрации, то есть у того, что образуется жидкость в поверхностные воды. Поэтому, если будет выбран этот вариант, то есть комплекс мероприятия по защите поверхностных вод, и водозаборы артезианского будут выполнены в рамках этого объекта. Что касается его комплекса, начиная от проектирования и экспертизы, то есть как раз этот комплекс позволяет обеспечить защиту так называемого дурака, чтобы в тех проектных решениях не было ошибок, которые оказывают негативное влияние. Но касается первого вопроса, будет ли учитываться мнение жителей, да, безусловно, будет учитываться мнение жителей. При принятии решения о размещении данного объекта на территории города Калуку? Ну, я вам как представитель жителей, я вам говорю, что мнение жителей и категорических проектов в строительстве. Я не знаю, учителя, пожалуйста, вопрос. Категорически? Вчера буквально, как говорится, там промеряли, буквально шагали, там даже километра нет. Там по дороге 960 метров, так говорится. Но это дорога, которая, извините, вот так делает повороты. А если дальномером стремнуть напрямую, там, и того будет меньше. У нас розовый ветров, который, извините, даже Калуга, Анинки, областная больница, рядом Святой Столький, Баттолстого. Всё это один водяной пласт. Всё это будет питаться... Я понимаю. Давайте пока не будем. Вот эти вещи надо объяснить. Играет роль. Женя, какая, что, где, какие объёмы? Выбору, выбору объекта, выбору объекта. Что касается... У нас сейчас, например, в колонии, ярко выражено, что розовый ветров нет. И, значит, сейчас мы получаем городское право, в связи с тем, что началась информационная работа, да, определённо, мы получаем отклики. Я вас уверяю, никто ещё из наших жителей не написал. Уважаемые городские власти, мне так рады, что вы, наконец-то, приняли решение. Поэтому реакция вполне обоснована. Ещё раз говорю, те проектные решения, те современные технологии, которые будут заложены в проект, позволят снять 99% от всех ваших вопросов. Сложности будут только с возросшим трафиком, да, большегрузного транспорта, который будут вывозить муфи. Всё остальное негативное влияние благодаря современной технологии может быть сведено к нулю. Если бы, как правильно мои коллеги сказали, по поводу надлежащей эксплуатации, но это обеспечивается наличием Министерства Российской Федерации, соответствующих контролирующих органов, в полномочии которого входит контроль за благополучием человека. Уважаемые городские власти, мы очень все наши дети, наши дети, я доволен, что хотят, вот этот вопрос, пусть он стал подниматься, не где-то там в кулуарах, но и, пользуясь слухами всевозможными, как-то бабушка науки сказала, где-то сорока в хвосте принесла. Дело в том, что именно вся беда в том, что изыскания ведутся, движения какие-то есть. Мало того, что, я хочу сказать, в карьер завозится мусор, и не нужно быть большим сыщиком, чтобы определить, кто этот мусор приводит. Я вам могу показать сейчас фото, где вываливаются в наш карьер... Если у вас есть данные, я вас даже попрошу, вы дайте вот эти фотографии, мне попали, не смотел... Мы уже направляли запрос к Кормаку, А какая ситуация? Что изменилось с этого момента? Ну, скажи, о другой плане, я вам ничего не могу сказать. Направьте, пожалуйста, нам. Да, направляйте. Мы получаем при строительстве. Мы понимаем, что на сегодняшний день строительство завоза крайне нужно. И нужно оно было даже не сегодня, а уже, наверное, лет-пять назад. Ну, не у нас. Завоз нужно строить. Но не у нас. Но не у нас. Это как-то это залей от массового проживания людей. Давайте... Предложение, давайте. Скажите, пожалуйста, Вы побывали в тех городах, где мусороперерабатывающие предприятия уже есть. Вот есть ли какой-нибудь эффект с точки зрения, например, ну, скажем, количества несанкционированных свалок? Ведь мы знаем, что несанкционированные свалки есть везде, не только в колонне. Вот там, где появилась такая переработка, скажем, количество несанкционированных свалок уменьшилось? Количество несанкционированных свалок, на мой взгляд, зависит только от воспитания людей, от неналичия или отсутствия таких свалок. А это зависит еще и от капитализации мусора, от того, что он начинает стоить деньги. Он не будет стоить денег больше, чем сегодня стоит вывоз на свалку, потому как... Нет, стоп, стоп, стоп. Переработка – это все-таки последующая продажа. Правда? Значит, это прибыль какая-то. Но я так понимаю, может быть, я глупый человек. То, что вывозят отходы, вот схема санитарной очистки корня, не меняется, независимо от того, таким образом отходы перерабатываются или захораниваются. А предприятие, которым будет заниматься переработкой отходов, будет иметь деньги, реализуя продукцию этого завода. Правда? Понимаете? Поэтому взять, например, с вас денег чуть больше, нет необходимости. Их можно заработать, переработав отходов. Я не понимаю. Вы просто посмотрите, основные места несанкционированных свалок это наши садоводческие и коммерческие товарищи. Которые просто игнорируют требования местных властей по заключению договоров на вывоз твердых бытовых отходов. Вот вы представьте, как можно коммерциализовать процессы, связанные с обычной порядочностью председателей и членов садоводческих и коммерческих товарищей, которые просто уклоняются от заключения договора на вывоз твердых бытовых отходов. Точно так же, как жители наших, входящих в городской округ, сельских и населенных пунктов. Им проще, значит, в ближайший овраг складировать мусор, нежели выбрать на общем сходе граждан место для установки контейнерной площадки, потому что это тоже проблема очень большая, поскольку непосредственно моя деятельность с этим связана. Моя хата с края, ничего не знаю, у меня тут муки будут, поэтому контейнер уберите отсюда. И никаким образом не связано количество несанкционированных свалок с наличием современного предприятия по переработке твердых водоходов. Потому что свалки носят локальные, хаотичные порядки, связанные с тем, что простые люди ведут себя недостойно, несоответствующую, так сказать, вообще, цивилизованную состоянию дел в этой сфере. Вот мне сейчас Нина Генична рассказывает, просвещает меня тут, что в немецких школах, в немецких детских городах, в Германии, точнее, прививается культура раздельного сбора твердых водоходов с детсадовских, с яйцей, с яйцейных групп, где там в игровой форме детям прививают, значит, вот эти все вещи. Скажите, а кто должен запретить эту образовательную программу? Ну вот вам ответили, Алексей Борисович, очень неквалифицированно ответил за поставленный вопрос. Дело в том, что программа на бумаге... Нет, он вам ответил достаточно четко. Он сказал лишь только о том, что в связи с отсутствием средств, возможно, а может быть политической водой, по какой-то причине было заблокировано принятие и реализация данной программы. Я думаю, что это возможно. А можно ли... Вообще, воин, по-другому, по поводу формирования бережного отношения к окружающей семье. У нас просто был круглый стол, это было полтора года назад, и как раз Владимир Борисович предлагал, ну, что-то вроде такой, знаете, социальной рекламы, допустим, ставить какие-то растяжки, там, таблички, что там кто мусорит, тот, ну, там, поросенок, свинья, грязь, ну, и так далее. Нет, но я не так говорю. Ну, я не помню, но смысл полигона был тот же. И просто, например, коллеги из Министерства образования, ваши коллеги, сказали о том, что они, знаете, они так удивились, они сказали, ой, ну, это же так некрасиво, так некультурно. То есть, вот, понимаете, мы тоже, получается, какой-то замкнутый круг. Мы хотим сделать людей культурными, но не прилагаем для этого никаких усилий. Но, возвращаясь, возвращаясь, все-таки, к теме, вот, можно спросить, задать такой вопрос. Я знаю, что в 95-м году рассматривался вопрос о создании полигона в районе деревни Вегисты и Вовка. В каком состоянии, так скажем, остался этот проект вообще, вот, и рассматривает себя, может быть, эта площадка в качестве замещения под мусороперерабатывающих предприятия? Я думаю, что это только за пределами, а наши границы расположены, поэтому мы сейчас не рассматриваем. Здесь приводка, она от аэропорта не находится, значительно ближе к 12 километрам, поэтому... То есть мы этот вариант вообще не рассматриваем. Второй момент, скажите, пожалуйста, когда будет готов проект, да, вот этого будущего предприятия, предполагается ли его выносить на какие-то общественные, публичные слушания, то есть на обсуждения? И третий вопрос, как раз тоже, опять же, с общественным контролем связанный. Когда, наконец-то, будет создана общественная комиссия и та межведомственная группа, о которой Константин Викторович говорил еще три недели назад? Что касается публичных слушаний, они будут на этапе разработки и утверждения документов территориального планета, то есть на сейне изменения генерального плана города. На этом этапе будет уже понятно, где будет размещаться предприятие ГО. То есть любое наше решение должно быть подкреплено решением городской думы, вам не сильно изменит генеральный план. То есть на этом этапе будет, с точки зрения законодательства, обеспечено непосредственное участие граждан в принятии решения о подтверждении документов территориального планета, городского, какого-то, колого. Что касается межведомственной комиссии, у нас таких групп, да, мои коллеги расскажут более подробно. Рабочая группа уже в список определенного, вот как раз представитель, ну, член рабочей группы Алексей Борисович, он вошел, тоже в том числе в эту рабочую группу. То есть постановление городского права создания рабочей группы Константин, оно практически уже подписано. И скоро рабочая группа приступит к своему исполнению обязанностей? Скоро это когда? Я думаю, вот буквально неделя, может быть. Но уже работа началась. Работа, в принципе, ведется, это да, только уже в формальности как бы существует. А почему будет заключаться работа этой группы? Вот через неделю она появится, формально, юридически, дальше что? То есть вот как будет проходить, строится ее работа? Какая-то рабочая группа или общественная комиссия? Там две будут, как мне объяснили, это и общественная комиссия, и межридорственная группа. Да, я правильно поняла? Да, сейчас будет, да. Рабочая группа, это рабочая группа, когда она будет работать, я не берусь сидеть, так? Ну, видимо, соберутся люди, чтобы ознакомиться с документацией, там еще что-то, еще что-то. Комиссия, общественная комиссия, которая, в общем-то, в принципе, можете на меня все кивать, да, я ее формирую, скажем так, да, вот, куда и журналистов мы включили, и экологов, и вот сейчас будем, так сказать, привлекать и жителей местных поселений, да. Комиссия соберется, ее нет смысла сейчас собирать, потому что о чем мы будем обсуждать? Ни одного официального документа пока нет, кроме вот этого кружочка. Все. Значит, как только соберется рабочая группа и что-то там будет, я тут же собираю общественную комиссию, мы обсуждаем то, что говорили на рабочей группе, какая ситуация складывается. То есть, все зависит от вас, когда начнет работать рабочая группа. У меня вопрос, Дмитрий Александрович, даже не вопрос, а предложение. Почему бы известные предприятия, на которых вот были калужские представители по мусоропереработке, с их фотографиями, схемами работы не познакомить калужан? Почему бы эти фотографии, схемы их работы не выставить на сайте городской управы, не повесить фотографии где-нибудь в людных местах, там, как газеты висят? Потому что, я думаю, мне кажется, это будет очень полезно. Предпринимайте, давайте вот это лучшие практики на территории Российской Федерации, они должны быть на нашем городском сайте опубликованы, и каждым горожанам, я думаю, это надо сделать. Спасибо. Дмитрий Александрович, будет ли поступать на калужский мусороперерабатывающий завод мусор с других районов области? Нет, потому что для предприятия будут рассчитаны, а только на наш. То есть только на калужский? Нам лишнее не нужно. Если не будет межмуниципального соглашения. Будет вывозить на площадку перед домами перед своими. К сожалению, так произойдет. Спроси, а правда, что стоимость, ну, я так сказать, плата за машину, потому что теперь возрастет 15 раз. Я тоже спрашиваю, он сказал, что не возрастет. Ты спроси, а я поправлю, того, кто ответит, что нет. Плата за организацию, которая заключает договоры на размещение и утверждает эти паспорты в Роспродукнадзор. Вот эти, нечастники. Олегин, это скажет, организация получит не знаменка, имеет договор. Да, для организации. Ну, это же тоже с коммунальным хозяйством. Это когда обещают? Это не обещают, это уже с 1 августа. Уже удержал уже с организацией. У Роспродукнадзор поступает, они с ней держат 15-крат. У нас идет рутиль больницы. В организации. Вот, это как-то... Как быть? Есть такая информация, что, так сказать, в паспортах документация по сдаче бытовых отходов. Теперь за эту сдачу взимается плата в 15-кратном размере. Это точно, потому что... Паниконы незаконные, в том числе и с Дамиромским. Потому что они говорят про лицензию, это не касается его нормативов. Он нарушает нормативы, он должен быть заказчиком. Пожалуйста, еще вопросы к себе. Спасибо вам большое за вопросы. Да.